Здравствуйте! В эфире открытая студия. Чисто не там, где убирает, а там, где не мусорит. В наши дни человечество озабочено экологическим состоянием планеты. Работа по защите окружающей среды ставится на первое место. Каждый из нас живет в доме со стенами, потолком и полом. Это наш дом. Но как только мы выходим за порог нашего дома, то попадаем в другой дом. Это дом природы. Так как же сохранить ее? Почему люди мусорят и как предотвратить это? Об этом и не только мы поговорим с гостями нашей студии. Я рада приветствовать сегодня вас, дорогие и уважаемые гости, в нашей открытой студии. Тема у нас действительно сегодня очень актуальная на сегодняшний день. И некоторые могут утверждать, что не стоит именно обсуждать данную проблему. Ведь и так предельно все ясно, что не дойдет до адресата для тех, кто мусорит. По причине того, что такие люди могут и не смотреть нашу передачу, или не читать комментарии в социальных сетях. А если даже и прочитают, и увидят нашу передачу, то не сделают для себя никаких полезных выводов. Но я думаю, что с помощью нашей программы мы все-таки сможем достучаться до таких несознательных граждан. На сегодняшний день, на ваш взгляд, какая все-таки у нас экологическая ситуация в области? В настоящее время, по экологической ситуации, в Западном Казахстане считается наиболее чистой, нежели в других регионах. По шкале чистоты мы входим в тройку областей. Это Кокшетау, я точно сейчас не помню, и, соответственно, наш Уральск и в целом Западно-Казахстанской области. Вместе с тем, конечно, констатирую факты такие, что у нас проблемы сейчас существуют, связаны с загрязнением именно антропогенного характера. Антропогенное, может, ну, я расшифрую, это людскими руками делается это все. Вот в ходе анализа наших рощ, лесов, мы постоянно сталкиваемся с разбросанным мусором. Это, соответственно, после каких-то посиделок, да, или там тимбилдинга какого-нибудь. Помимо этого, мы обнаружили интересный мусор, это строительный мусор. Прямо в роще заезжают люди, это делается целенаправленно, каким-то образом. Не хотят доезжать до полигона мусорного и прямо вываливают. Вот. И самое обидное, что это делают наши земляки. В принципе, я думаю, в результате у нас, конечно, в результате чего вообще происходят пожары. Вот даже пример, это вчерашняя наша ситуация, связанная с лесом. Вот. Здесь вот представители ЧАЭС сидят. Я думаю, там более подробно они расскажут. Я думаю, что именно причина возгорания леса, камыша, это, конечно, антробогенного характера. То есть наши земляки отдыхают, оставляют мусор, также оставляют костры. В результате вот у нас пожары такие. И самое главное, это невосполнимые. Понимаете, там обязательно нужно провести целую работу. Вот. И я надеюсь и призываю вообще наших земляков, чтобы они бережно относились к природе. Вы должны прекрасно понимать, что без легких нашего города, а легкие наши города, это наши деревья, рощи, парки, нам нужно беречь уважаемые земляки. Я вас призываю. Спасибо. Еще какие бы вы могли, помимо этих причин, назвать главные экологические проблемы нашего города? Мы должны детей учить убирать за собой мусор. От мусора это зависит многое. Вот где много мусора, а там же есть опасность возгорания. Если мы детей будем учить с раннего детства отдельному сбору мусора, что за собой нельзя солить, я думаю, и таких проблем не будет, когда они будут с семьей. Они же тоже были детьми, правильно? Они ездят на природу отдыхать. Но люди элементарно после себя должны выбирать. Многие сейчас этому уже приучились, но еще не все. Поэтому есть у нас еще работа, к которому мы еще должны стремиться, после себя не оставлять мусора. И хотелось бы сказать, что в нашей области достаточно много деревьев в год сажаются, тем более детьми. В нашем областном центре ежегодно мы сажаем около тысячи деревьев. Не только по нашему центру, мы охватываем всю область. Сами знаете, что наши центры есть во всех районах. Районные дети тоже сейчас приучены к этому, что они ежегодно проводят акцию. Они уже самостоятельно у себя во дворе сажают вместе с родителями. Все эти моменты, конечно, приводят к тому, что у нас экологическое состояние, вот как мы до этого отметили же, один из чистых городов нашей республики, занимает наша область. Поэтому с самого раннего детства мы должны приучать детей, чтобы после себя нельзя оставлять мусор. Вот один из основных причин экологического состояния нашей области, я думаю. Я бы хотел сказать, что мы 10 октября проводили мероприятие, акцию «Чистая роща, чистый город». В Перевалочной роще совместно с нашими товарищами, друзьями, крупными компаниями, такими, как Нуржанар, Аграримаш, Федерации баскетбола, бокса, вольной борьбы. Вот яркий представитель наш Екатерина Ларионова, олимпийский призер, чемпион мира по вольной борьбе. Здесь еще у нас есть маленький представитель, ей 5 лет. Вот. Зовут ее Амина. Она очень нам сильно помогла. Амина, расскажи, ты участвовала в этой акции, да? Вот мы как поняли, тебе нравится всегда посещать такие акции, и ты любишь собирать мусор. Сколько ты собрала в этот день мусора? Можешь вспомнить? Сколько? О, 10, 20 мешков? Возьми микрофон. Амина, расскажи нам. С кем ты убиралась? Как зовут его? Вместе как убирали? С Батуханом. С Батуханом убирали они. Это кто? Братный. Братный? Да. Сейчас Амина пока стесняется, она сейчас соберется, обязательно расскажет нам. Мохаммед, мы сами были тоже участниками этой акции. Конечно, вам большое спасибо за то, что вы собираете всех граждан, призываете, чтобы они соблюдали чистоту. Вот скажите, пожалуйста, масштабность такого вот названия, такой акции, День чистоты, она все-таки оправдана? Какой основной посыл она несет? С каждым разом мы заметили, что участников становится все больше и больше. Да, вот хочу сказать большое спасибо тем людям, кто действительно вообще заинтересован в чистоте нашей природы. В первый раз, когда мы собирались, мы собирались в Ханской роще. У нас было порядком 20-25 человек. Да, мы это делали совместно с конной полицией МПС города Уральска. Помимо, проводили профилактику среди отдыхающих наших земляков в Ханской роще. Вот. Потом мы провели, после обследования перевалочной рощи, мы провели акцию «Чистая роща» в сентябре месяце. Вот. Тогда мы тоже собрали порядком 50 человек, уже больше. И вот последняя наша акция была вот 10 октября. Мы собрали порядком 100-120 человек. То, что мы делаем, это делаем мы не только для себя, а мы делаем вот для молодежи. Да, то есть пусть видит, пусть знает. Что вот недавно тоже на тренировках был, ко мне друг подходит и говорит, ну, давно вы с ними не виделись, он говорит, а для чего это все? Я говорю, ну, как для чего, как ты думаешь? Ну, наверное, чтобы чисто было. Я говорю, знаешь что, я говорю, просто приходи, посмотри, какие возраста там участвуют в нашем мероприятии. Когда он увидит, что от 60, ну, грубо говоря, от 5 лет до 60 люди ходят там, помогают там. Вот, и я думаю, что эта практика будет продолжаться. Я думаю, вот в казахской традиции есть такое, то есть здесь показывают саму традиционную лояльность. Я бы не сказал, что земляки, которые там отдыхают, мусорят, там поджигают, ну, грубо говоря, это враги. Нет, мы должны своим примером показать, что мы можем воспитать людей на своем примере. На примере вот маленькой Амины, на примере Екатерины Лорион, на примере тех людей, кто вот реально с нами ходит там. Спасибо, Мохамбет. Остается, конечно, надеяться, что сознание тех, кто мусорит, будет меняться, и акция станет примером для всех жителей города. Ну, а теперь слово я бы хотела сейчас предоставить маме Амины. Мы, как я уже повторяюсь, до этого наблюдали за вашими детьми. У вас есть еще маленький ребенок, сколько ему? Годик, полтора? Годика еще нет, 10 месяцев. Всего лишь 10 месяцев. И вы пришли на эту акцию даже с коляской, да? Мы обратили внимание, что вы с раннего детства приучаете своих детей к труду. Вы с супругом сами ходили, убирались. И дочка ваша так старательно за собой все собрала, весь мусор. И сейчас наши телезрители даже могут видеть на фотографиях, на видео. Мы специально сняли. Вот расскажите, пожалуйста, нам тоже. Да, действительно, вот вообще в воспитании детей, вот нас с супругом, это вот для нас важно показать на примере нас, взрослых, отношение к природе. Как ты учишь детей ту же самую ложку держать. Одеваться. Также нужно и в порядке вещей ввести в норму, не мусорить, да? Помогать, вот участвовать в таких акциях. То есть, ну, заботиться и беречь природу. Поэтому вот мы только за, мы рады, что участвовали. Вот, и своим, я надеюсь также, да, что всем своим примером наши дети вот тоже вырастут активистами. Сейчас Аминуша просто устала у нас. Ей, наверное, скучно. Вот сейчас её только на акцию или на субботник, да? Да, она с удовольствием будет участвовать. И она сразу станет другим ребёнком. Более оживится. Да, да. Сыночке было сегодня, сейчас ей 5 лет, в прошлом году ей было 4 года. И в 4 года она изъявила желание также убраться там, потому что мы купались вокруг пластиковых бутылок, целлофанов, мешков, мусора разного рода. Ну, и действительно, говорит, мама, почему так много мусора? Ну, мы взяли пакеты и начали просто собирать. И она вот настолько, говорит, удивлялась, говорит, как так, как вот можно так к природе обращаться? И вот с тех пор постоянно говорит о том, что нужно беречь окружающую среду. То есть вы теперь её будете постоянно брать на все акции, будете дальше участвовать? Конечно, ну это ежедневно. Ну, естественно, приучать и сейчас вот ваш 10-месячный ребёнок видит всё это своими глазами, естественно, он вдохновляется, берёт пример с вас. Ну, что ещё хотелось добавить? Сейчас, конечно, была очень, как сказать, наглядно рассказана, насколько общественность, насколько семья, ребёнок, вот эта вот вся взаимосвязь, о которой мы сейчас у нас разговоры начали, что всё из дома. Мне хотелось бы именно сказать именно о производствах, а именно о коллективах, а именно о промышленности, о бизнесе Казахстана, который уже давно экологичен. Я по роду своей деятельности уже более 15 лет занимаюсь именно проблемами экологии. Ещё тогда, когда Казахстан и мы вообще не понимали, что это такое, в далёком 2004 году первые пришли в Казахстан стандарты, международные стандарты Айсо. Вот, международные стандарты Айсо 14001, которые говорят именно об экологическом менеджменте. То есть менеджмент, это полностью нужно будет управлять производством, то есть от начала производства продукции и услуг до его окончания, то есть нулевого цикла, чтобы вся продукция, вся услуга была именно экологичной. И здесь мне хотелось бы сказать о том, что тогда мы, когда начинали в 2004 году, ещё никто вообще не знал об этом, и многие, наверное, крутили эфирными пальцами у виска и говорили, вообще чем они занимаются? Вроде бы есть департамент экологии, там есть эмиссии на выбросы, разрешения, этого достаточно. Нет, оказалось этого недостаточно. То есть все развитые страны европейские, вот, те, которые, даже стратегия Казахстана у нас говорит о том, чтобы войти в 30 лучших развитых стран мира, вот, эти все развитые страны как раз и развивают свою экономику с помощью именно ноль отходов. Вот, и мы к этому сейчас вот пришли. Пришли так, что есть компания, то есть даже вот на примере из опыта, скажу, Карачаганак Петрольный оперейтинг, BV, я с ними давно работаю, то есть наши иностранные коллеги, насколько они здесь, как сказать, используя, выполняя свой, как сказать, бизнес, учат наших сотрудников. Я считаю, что не только важно из дома, а важно, наверное, с производства начинать, потому что все мы, работая как работники любых компаний, не важно, это национальные компании, иностранные компании, мы вот 8 часов находимся на работе. И работа все-таки, ну, воспитывает сотрудника, воспитывает взрослого человека. И когда взрослый человек воспитан, он, естественно, будет дома об этом говорить. И важная задача, вот те проблемы, которые сейчас наши коллеги сказали, вот, что нужно начинать из дома, учить детей. Вот сейчас я, как эксперт в системе экологического менеджмента, ходя на производство, их проверяя, помогая им стать экологичным, я понимаю, что нужно, наверное, начать воспитание взрослых. Дети, они сразу поймут, как это надо. Но если когда говорят, вот, ты, сынок, убирай, не плюйся, а сам за углом плюется, это совершенно другое. То есть нужно уже взрослых, наверное, приучать к тому, чтобы не кидать, не мусорить и так далее. И я считаю, что важная составляющая, наверное, именно для руководителей, именно проявить лидерство, как руководитель компании. Неважно, это малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. То есть показать, собственно, примером на производстве, что одна полупальчиковая батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли. И в этой маленькой полупальчиковой батарейке столько, как сказать, химических элементов ядовитых, которые, допустим, делают непригодно 20 квадратных метров земли. Хорошо рассказываем, когда едем за границу, говорю, ой, там плеваться нельзя, мусор кидать нельзя. И мы там соблюдаем это. Приходя, приезжая к себе в Казахстан, мы начинаем, нам это нормально, кинуть там, ехал с машины, плюнул, хоркнул. Кажется, это нормальным. То есть, опять-таки, это культура, это, опять-таки, наверное, воспитание. И то поколение, о котором я сейчас говорю, именно взрослые поколения, мне хотелось бы охватить именно их. Потому что, опять-таки, повторюсь, когда они воспитаны, когда они, как сказать, знают об экологических каких-то аспектах, они, естественно, будут это говорить у себя дома и учить своих детей. Ну, плюс еще хотелось бы сказать большой опыт именно вклада в экологичность сотрудников наших казахстанских местных сотрудников именно иностранных компаний. То есть, именно западный менеджмент, иностранные специалисты, приезжая сюда к нам, они прививают культуру. Потому что сотрудники иностранных компаний, наши, казахстанские сотрудники, они совершенно другие. Потому что на работе там лидерство. То есть, есть такое понятие, что какой лидер, такой и сотрудник. Вот сейчас говорили Екатерина, как сказать, своим примером, своим воспитанникам показывает о том, что она тоже за экологию. И, видя ее, как сказать, лидерство, будут копировать это. Да, то есть, вот таким вот образом, наверное, лидеры должны формировать вот эту вот экологическую культуру. И у меня не только этот опыт, но еще опыт, допустим, вот ролики, соответствующие по экологическому обмен сознанием. Очень много появилось обществ, сообществ, всяких, не знаю, сборов, допустим, каких-то единомышленников, которые за экологию. Да, то есть, кружков всяких. То есть, очень много. То есть, открою в Инстаграме, в социальных сетях, можно, допустим, по кульчевому слову найти в Казахстане очень много просто людей, которые вообще за экологию. В том числе и молодежь, в том числе и взрослые. Спасибо. Вот одним из таких людей является и Фархад, и Сарсин Галиев. Пожалуйста, вам слово. А Богу за предоставленное слово. Я работаю в образовании, и вот говоря о том, что говорили, 2019 год являлся годом молодежи. Нынешний год – это год волонтеров. Следующий год, вот как раз, это год экологии. Что как раз было сделано мной, вот как раз в этом направлении? С мая месяца мы на велосипедах объездили область, накатали где-то тысячи километров. Были в Керсановском заказнике, были в Сауркином яре, были, в общем, дважды в Батерекском районе, Терептинском районе и так далее. И там, где мы были, мы везде как раз-таки пропагандировали такие направления, как очистка берегов, рек, водоемов, раздельный сбор мусора, очистка браконьерских, от браконьерских сеток, раздельная сборка, уборка мусора и так далее. И вот даже вот сейчас, вот в сентябре месяце, я принял участие в конкурсе грантов Лиги волонтеров Казахстана. Моя фамилия оказалась в списке победителей, и вот как раз-таки нам выделили деньги, на эту сумму мы как раз берем велосипеды и будем на этот год, вот что у нас погода позволит, и на следующий год будем проезжать по всей, по нашим местностям. Вот даже далеко ходить не надо, это вот Уральск, это самый красивый зеленый город Казахстана. Уральцам и жителям повезло с окрестностями. Почему? Потому что вокруг нас водные ресурсы. Это Ханская роща, это песчаный карьер Жалаевский, это река Деркул, Чиган, Урал, это Самал-3, вот куда можно сходить. То есть везде вот те места, которые я сейчас назвал, везде мы летом, даже сейчас, вот завтра мы собираемся тоже поехать, везде по этим местам мы выезжали, я со своими ребятами, кружковцами областного центра туризма и экологии, и просто волонтерами, добровольцами. И мы приходили туда, очищали берег, сажали деревья, делали уборку мусора, и таким образом учащиеся, кружковцы мои, дети, они уже видели на своем примере, они уже когда придут на природу, они уже не будут вот так, этому вот так, этому вот так сделаны. То есть они обязательно его соберут, упакуют и вот как-то вот утилизируют. То есть в данном случае и наш пример другим указка. И мне здесь, думается, как раз собрались по этому вопросу, каждому есть что сказать молодому поколению, пусть даже нашим свестникам, ровесникам, старшим людям, как это делать, что делать, беречь природу. Галым, вам слово. Как вы воспитываете экологическую культуру среди подрастающего поколения в вашем центре? Мы знаем, что проводится тоже очень такая большая работа в этом направлении. Пархат только что отметил, у нас 60 педагогов, которые, кружков, которые работают в разных направлениях. Педагоги вот со своими детьми, учениками, они вот проводят различные акции. Вот наше направление, главное, воспитать детей, бережное отношение к природе. Вот. Как надо собирать мусор, раздельный сбор мусора, как нужно вообще ухаживать за деревьями, какое время их сажать. У нас, например, в Турбазе Евразии растут более 80 деревьев и кустарников, видов. Вот. Мы каждый год их восполняем. Сейчас мы сотрудничаем с другими. Вот. Есть Исайский питомник, вот, Скайрата, мы с ним тоже сотрудничаем. У него вот замечательный человек, который действительно, он в этом направлении, вот, индивидуал человек, который, да, который вот многое сделал для экологического состояния нашей области. Вот. У него сад какой. Вот. Мы сотрудничаем с ним. Постоянно наши педагоги возят туда детей, показывают деревья, как за ними надо ухаживать. И разновидности деревьев, которые у нас мы стараемся тоже сажать ежегодно. Я же до этого отметил, что более тысячи деревьев наши дети ежегодно сажают. Не только у нас в центре, и по всему городу и области. Поэтому мы стараемся вот привить детям вот, как бы бережные отношения к нашей природе. И показывать вот элементарно. Мы делаем сейчас плакаты. Вот. Какой вид, например, пластика, за сколько лет она вот разлагается. Вот. Элементарно такие плакаты. Ну, мы должны показать детям, что нельзя их выбрасывать. Вот. Какой пользы природы есть нашей. Поэтому определенную работу большую мы тоже вот, начиная вот с ранних лет, детей приучить к этому. Как говорится, чисто не там, где убирает, а чисто там, где не мусорит. Вот. Поэтому мы стараемся привить это детям нашим, которые вот у нас занимаются. И нашей педагоге большую работу выполнять в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Можно дополнить. Вот по поводу плакатов, надписей и прочее. Поддерживаю. Кстати, я уже давно об этом говорю. Вот. Вместо рекламной зубной пасты. Почему бы, допустим, не пустить рекламу, допустим, обучающий какой-нибудь вот такой экологический ролик. Да. В автобусах. Да. В автобусах. Да. Совершенно верно. Билборды по городу. Вот. То есть установить их, где будет просто постоянно меняться информация. И как бы люди будут видеть это. Потому что нам, вот мы сейчас об этом говорим. Не мы первые об этом говорим. Но вот сейчас, наверное, наступило время, когда нужно на самом деле уже действовать. Действовать не только самим, но и с помощью, допустим, нашей власти, допустим, Акима области, заместителей департаментов экологии, управления и так далее. То есть наша задача как раз помочь вывести вот эти вот информационные контент в виде плакатов, в виде рекламы на телевидении. Но это, конечно, проблема одна. Мы можем сейчас информировать. Но насколько ли готовы ли, допустим, провайдеры, которые все это должны собрать? Потому что есть такое, что да, мы соберем. А кто это будет утилизировать? Куда? То есть этот механизм, конечно, не отработан. Вот. И из-за этого, может быть, и та проблема существует, где мы это постоянно видим. И еще хочется отметить, что экологические акции, они хороши. Они хороши для нас, для детей, для взрослого поколения. То есть для всех, кто заинтересован в этом. Но я вот сама как бы заметила, вот сейчас даже с Мохамбетом делилась, пока мы тут готовились. Говорю, ну, с одной стороны, это бесполезная акция. Прошли, убрались. А на другой день уже. Пришли, следом, через два-три дня, через неделю. То есть хорошо, да, вот Мохамбет говорит, там в роще конная полиция, допустим, есть кому охранять. А ведь сколько в уральских мест, где неохраняемо. И ты просто заверни за угол куда-нибудь, там столько мусора. Вот, то есть получается, что, да, хочется сделать, идешь на акцию, убираешь. Это тоже вот, то есть это такая проблема, как сказать, не имеющая, наверное, пока... Здесь дополни, наверное, да. Здесь я бы хотел сказать, что элементарно вот после нашей акции ко мне позвонил директор рекламной компании Postman. И предложил свои услуги сделать билборды. В самой роще. Что касается постоянного мусора. Хочу повториться, что наше общество, экологиографическое объединение, направило письмо на имя руководителя департамента внутренних дел, генерала Аблазимову, о необходимости оказания помощи в рейдах именно в Ханской роще, в Перевалочной. Теперь у нас, получается, в двух рощах у нас есть постоянно конная полиция. Что это дает? Последний раз мы совместно поймали, ну как поймали, установили лицо, да, установили лицо, которое с тесаком ходил в лесу. Ну, то есть один человек, ну, я предположил, возможно, это грибник. Возможно, человек, который делает из веток эти, и веники для бань. Ну, в любом случае, там выявляются факты употребления наркотических веществ. Там ходят дети, понимаете? То есть здесь мы своими вот этими комплексными мерами, да, выявляем не только там людей, которые отдыхают, бросают там тот же пожар. Мы, помимо этого, еще устанавливаем преступников, да, кто действительно там, вот недавно поймали тоже конная полиция. То есть, где патруль не пройдет на машине, пройдет конная полиция. То есть это в Казахстане одна из уникальных, вот сейчас именно в системе МВД, уникальная вот наша казахская традиция, наши батыры должны ходить там. Дружина должна ходить там, патрулировать такие места. Мы хотим все рощи, вот это первая очередь Ханская роща, Перевалочная роща, вот в районе ЗКМК, завода ЗКМК, есть еще одна, еще есть лесной массив на реке Урал. Хотим их объединить в одну парковую зону, то есть она будет защищена государством. Там же, соответственно, будет патрулировать полиция, также будет работать экологические организации. То есть мы возьмем под полный контроль эти земли для того, чтобы они не ушли в чью-то частную собственность. Это первое. Вообще задача, я думаю, мы должны оставить эти земли, именно рощи, для нашего молодого поколения. Это везде, это все исторические моменты. Я почему говорю, когда даже тот же парк Кирова, когда мы вопрос поднимали, хотели они отдать в доверительное управление, общественность встала. Да, действительно, там были вопросы. Вы должны прекрасно понимать, согласно закону вообще, на каждое дерево выдается паспорт. Вот как для гражданина. То есть если паспорт на него есть, дендроплан для него создан, например, в той же, мы в парк от нашего общества, экология и гримическое объединение, передали дендроплан. Это значит подсчет деревьев. На каждого есть паспорт, то есть сколько ей лет, где она расположена, на каком участке. Понимаете, да? И мы такие работы хотим провести в Ханской роще, хотим провести в Перевалочной роще. То есть каждое дерево, каждый земельный участок, он будет сохранен за счет вот этого дендроплана. И вот эти работы мы будем проводить сейчас совместно с государственными органами. Нас поддерживает Аким области, нас поддерживает Аким города. То есть в тандеме с государственными органами и общественностью мы сейчас ведем большую-большую работу. До этого мы говорили, что одной из экологических проблем является пожар. И вот хотелось бы, Бахчан, вам предоставить слово. Сколько пожаров зарегистрировано с начала 2020 года? Что служит основной причиной? Спасибо большое. Ну, если переходить к статистике, у нас с начала года более 145 пожаров произошло на территории города. Из них 74 – это в жилом секторе. Но, конечно, кроме этого у нас есть также случаи загорания, не относящихся к, не регистрирующихся к пожару. Это степные загорания, также и загорание мусора. То есть мусора в контейнерах, также и в рощах и так далее, и так далее, в степи. Ну, нами совместно, совместные исполнительные органы, вот экологи, географические общества, вот мы сейчас с Мохаммедом тоже обрабатываем. Вот они, он же говорит, что мы выезжаем в рощи и так далее. Сейчас совместно хотим отработать, выезжать также нашими сотрудниками, совместно с ними делать обходы, то есть выявлять нарушителей. Конечно, у нас нет такого принципа, чтобы кого-то поймать, именно привлечь к какому-нибудь административной ответственности. Предупредить, объяснить человеку, то есть мусор остался, оставили бутылку, есть летом в жаркую погоду преломление света, и бывает от этого загорается степной массив. Буквально на прошлой неделе у нас произошел пожар, вот Ревунок район, вот, там выгорело более 4 гектаров сухой травы и кустарников. То есть, это, конечно, очень даже такое большое, можно сказать, что и бедствие, как говорил Мохаммед, долго восстанавливается это все. Хотелось бы обратиться к жильцам нашего города, то есть соблюдать обычные меры пожарной безопасности, то есть не выбрасывать окурки, не разжигать костры в лесах, в лесных массивах, в степях, ну и так далее. Спасибо. Ну вот и у нас еще здесь одна гостья, Екатерина Ларионова, наша чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр. Екатерина, рада вас видеть, и то, что вы подаете пример именно молодежи, спортсменам, это очень дорогого стоит. Недавно мы были с вами только на акции, как называется, забыла, соблюдать чистоту, да? День чистоты. Были на акции, День чистоты, и вот скажите, пожалуйста, Екатерина, вот когда вы участвуете в подобных акциях, что на вас производит особое впечатление, когда вы видите, да, вокруг вот столько мусора, что вот за собой не убирает, оставляет за собой вот этот весь хлам? Здравствуйте, уважаемые студии. Я очень рада снова здесь находиться с вами. Я хочу сказать, что наша сила, она в единстве, когда вот пять пальцев, и мы все один, как один кулак. Если мы будем объяснять, не только там, начнем с школьники, спортсмены, да, будем привлекать, то сегодня, вчера Мохаммед мне сказал, я еще десятерых научила. Кто-то еще дальше, дальше, дальше так пойдет. Я думаю, что совсем скоро у нас будет примерная молодежь, и будут действительно патриоты своей страны. Потому что патриот своей страны не только как вот спортсмен, да, выезжает на соревнования, там, приносит медали, и говорится, я патриот. Но нет, это всего лишь люби свою родину. Доказывать нужно поступками своими. Собери мусор, да, там, не оставляй его нигде, выкинь в положенное место, да, просто люби свою землю. Ты из нее и туда вернешься. Пусть хотя бы ты в чистую землю ляжешь. Вот, может быть, это и грубо, но мое понимание такое. Ну, вот большой ли отклик вот среди спортсменов, мы видели, да, что участвовали много спортсменов, вот, среди ваших друзей, динамышников. Интересна ли им вообще эта тема? Конечно, интересно, потому что вот у нас есть такое понятие, как ОФП-сбор. Он проходит на улице на свежем воздухе. И прежде чем бывает так, что прежде чем провести тренировку, нам приходится взять мешки, собрать мусор, только после этого тренироваться. И это часто случается. Вот, допустим, сегодня, на сегодняшний день у нас там сейчас, да, идет подготовка к важным соревнованиям. У меня сейчас идет ОФП-сбор. Я тренируюсь там, на ОФП-сборе, где лес, но, опять же, там загрязнено. Что приходится сделать? Конечно, очистить помещение, ну, место, где я буду тренироваться. Конечно, мне нужно, с одной стороны, но, конечно, тех людей, в следующий раз, когда ты идешь туда, в лес, там, допустим, и видишь людей, которые сидят, конечно, подходишь уже, набираешься наглости и говоришь, пожалуйста, соберите за собой мусор. Как они относятся к этому, когда вы делаете замечания? Потому что есть люди, которые меня знают, уважают, как бы, уважают и говорят, Екатерина, конечно, мы за собой весь мусор уберем, не переживайте. Они видят, что чемпионка подошла, Лориона. Есть и такие, говорят, тебе надо, ты и собирай. Поспоришь. Есть и такие, которые говорят, тебе надо, ты и собирай. Ну, приходится объяснять. Приходится, ну, не ругаться, конечно, криком. Ты ничего не добьешься. Бывает, спокойно объяснишь, больше дойдет до народа, чем ты, когда ты ругаешься. Приходится иногда пугать, не спортивными, конечно, своими навыками, но к административным штрафам. Начинаешь говорить, что я старший лейтенант полиции. Так-то так, да. Тогда будем делать по-другому. И начинают уже вести себя по-другому. Так, наверное, нужно делать. И на раз так и нужно, потому что больше никак. Потому что иначе никак. Больше никак. Есть такой же, с людьми, которые говоришь, и которые говорят, мы обязательно все сделаем, ну, как бы мы следим за нашей природой и все такое. Да, они делают. Но есть и наши земляки, которые любят только отдыхать. Отдельная категория людей, да. Ну, я что хочу добавить. Порядком, а, около 50 спортсменов только было. Это пять федераций. Это вольная борьба, бокс, джидо, федерация баскетбола. Это футбольные клубы, два футбольных клуба. Это Акжаик и Байтирек. Ну, резюмируя, хочу сказать. Уважаемые земляки, я вас прошу от нашего общества, от земляков, от нашего будущего поколения, маленьких детей, приобщайтесь к нашему делу. Видите мусор, не поленитесь. Это не стыдно, это не стыдно. Поднять окурок, бросить мусорку, абсолютно не стыдно. Покажите своим примером молодому поколению, что мы можем это сделать. И все наши комплексные меры, они должны привести к тому, что наша природа, куда мы ходим отдыхать, она будет всегда чистая. И можно будет просто прилечь с друзьями, с семьей собраться. И она всегда будет рада. Природа – это наша земля, природа. Это наш второй дом. Это наш второй дом, да. И я хочу сказать одно, что в настоящее время в рамках послания президента нашего Тукаева Кашмуженко Кемельевича есть седьмое направление – это экология. То есть в рамках этого государство будет исполнять свои какие-то обязанности перед природой и экологией. А мы, со своей стороны, как граждане, должны… То есть это должно быть спеленок. Готовьте детей к будущему. Чистая природа, чистое здоровье. Я думаю… Спасибо. Что Вы можете еще в заключении сказать всем нашим телезрителям? Какие будут Ваши пожелания? Фархад Николаевич, пожалуйста. Что я могу сказать? Двигайтесь, растите, ищите себя, смотрите на окружающих, подсказывайте им моменты. Мир, где мы живем, экология. Это касается не моя хата с краю, а обязательно все, что вокруг тебя, коснется когда-нибудь. Все это биогеоциноз, круговорот в жизни, земля. Поэтому цените то, что Вы имеете. Планета, она одна, другой не существует, нет никакого корабля, куда бы мы улетели и ждали, когда все станет лучше. Казахстан один, она у нас единственная страна, мы никому не нужны, так что сами, своими же руками должны себе помочь. Проблема чистоты города существует. Проблема сложная и первоочередная, которую надо решать комплексно. Но вклад в наведение порядка и ее поддержание должен выносить каждый его житель. Ведь чистота города – это не только красивый эстетический вид, но и наше здоровье. Это была программа «Открытая студия». Встретимся с Вами ровно через неделю на телеканале Акжаик. До свидания и всего доброго. Продолжение следует...